Доброго времени, господа, товарищи и любители стратегии! Приветствую вас на игровом канале Восходство, а я Михаил, и мы продолжаем играть в Матилу Тотлувар, в дополнение последней времени за фракцию франков! Итак, остановились мы с вами на очередном ходе, который я пропустил. Интересного, в принципе, было довольно-таки много. Во-первых, в Восход предложили мне мир, предложили мне мир, предложили мне аж 1800 монет, от которых я отказался, послал их, а идите вы со своими маометами! Вот. Ну, они, конечно, тут же подогнали своих агентов, попытались что-то сделать с моим королем Тудебертом, но у них и ничего не получилось, и это меня радует. Да. Ну, вот, вторая новость. Баски получили от меня правого прохода, захватили они Валентию, то есть теперь, как бы, они разъединили. Смысл мне теперь захватывать. Еще новые города Восходов совсем больше нету, потому что они не соединены теперь с моими землями. Надо делать какие-то анклавы, но это совсем глупо. Вот. Вот как-то так. Как-то так. Ну и новости у нас в Италии. В Италии Восходы собрали у себя стэки. Пару штук. Разбили они один лангобарский стэк. Ну, правда, подошли два новых лангобарских стэка и убили один стэк москотов. Ну, то есть, разменялись по стэку. Вот как-то вот так. Как-то вот так. А, что еще из новостей? Из новостей. Вандальский стэк. Вот один мы видим, а второй где-то он куда-то сюда залез, уже на территорию Италии, поднялся, наверное, идет. Не знаю. Точно сказать не могу. Ну, вот такие вот внешнеполитические у нас новости. Давайте посмотрим, что. Что. О, сепаратисты. Это где? Это вот они где засели, да? Ну, что-либо с ними. Собственно. Так, и на лед, на лед. Ну-ка. Младше скотины. Придется нам подойти еще ближе. Вот. Флот. Вес годский. Надеюсь, он отсюда уплывет. Так, ну, мы только подушку безопасности создали, и ничего строить мы не будем. Так что, забудьте. Ну, и ранг кто-то меня повысил. Это губернатор, да? Да, это губернатор повысил свой ранг. Что же, давайте мы включаем полностью в рвение и минус коржу. Хорошо. Мне нравится. И на этом тут все понятно. Отлично. Так, что у нас в Испании? Баркин успокаивается. Баркин, наоборот. Потихоньку становится все хуже и хуже, да? И надо, наверное, забить нам на подушку и воспользоваться, построив дом огранщика. Да, у нас еще больше возрастет загрязнение. Ну, сейчас минус 3. Кошмар. Будет еще больше. Минус 5. Можно будет ожидать уже вспышек каких-то болезней. Это плохо, это плохо. Вот эсерна у нас построена. Даже она не помогает. Тем не менее, сноу придется нам строить, чтобы как-то повлиять на общественный порядок. Можно, конечно, отказаться от одного из земледелий и построить вместо нее церковь. Как вы думаете? Не знаю, я не уверен. Так, Масилия. Строим церковь. Вот ее подушки безопасности. Ну, как видим, чума постепенно затухает. Она вот ушла, как бы, вот сюда вот, на самый север. Я думаю, именно здесь она сейчас и затухнет. Так, Туранурам. Рудник. А, я не помню, что там лучше. Мастерская строительная, 1650. Да без разницы, собственно. Что так плохо, что так плохо. У меня столько санитарейц есть. Есть. Теперь лучше вам городок развить. А еще лучше вообще ничего не трогать. Деньги нам потребуют сейчас на перьях. В общем, на перьях. О, сейчас введем стэк. И здесь одном положении сейчас выровняться. О, плюс 6. Артураж. Отлично. Отлично, отлично. Так. А ты наемный, да? Хотя распускаем. Впрочем, как-то тебя тоже распускаем. Ну и давайте формировать нормальный стэк здесь. так во первых этих ребят этих ребят так всех прачников я тоже распускаю вместо них три отряда балистари а и деньги кончились да ну и ну и ладно хорошо все с этим все понятно работой ты беги ага и вот до нас дошел ух вы посмотрите лунгобарда пизу захватили вот это номер вот это нежданчик мы на пизу как бы особо не рассчитывали ладно у меня есть анагар и у поедем где-то захватил да то там просто нападаем грабим разрушаем и т.д. и т.п. ничего себе мы отряд французских мяч потеряли туда вообще потери серьезно как не когорцы стенами но и узнал зато и денег захватили мы довольно таки неплохо три с половиной тысячи здорово и тут здорово стэк мы отведем по выжигам габардам великолепно там здесь у нас так тоже восстановился собственно и мы можем уже пойти двумя стеками погулять ну-ка мочка нету гада я верю в тебя сделай побольше отлично ребята отлич критический успех по малора малора и улдхис молодец хвалю порчи припасов здесь что хитрость хитрость да нет тоже хитрость внедрение в поселение внедрение в войска принуждение вот тоже неплохо склонись к изменим великолепно великолепно активизировались наши союзнички начали захватывать города что баски что лунгобарды что меня тоже определенной мере радует с другой стороны печаль потому что они нам в принципе перекрыли зона нашего расширения они нам их перекрыли мы теперь должны как-то более четко отслеживать момент наибольшего нашего скажем так наилучшего отношения чтобы их как-то принудить стать нашими а если мы вам денежку еще дадим по максимуму или это вообще не та функция собственно что-то новое должно появиться от этого нового я почему-то не вижу надо этот вопрос провентилировать не помню я уже как это должно происходить собственно вэл ком вывел толка деми был feast антилал кац рамбул она бэксайд эйк промо вынес или мне тупо кинуть союзничков подожди пока их там прижмут изготу изготу ну как-то это не по-человечески ж ага и вот тут в новую можем пройти модификацию две с половиной тысячи ну зато серебряные уже доспехи щиты с брониками отлично тоже неплохо собственно помехи армии денег не осталось шут с тобой не хочешь не надо аут 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 хотя бы вот так вот успеем еще нанять никуда не от нас не убегут вот здесь вот надо надо нам убить гадов вот ты ж вот ты ж вот это печально это печально не справился наш ветеран к сожалению склядатой прокачался вот конец теперь тоже есть функция убивать это здорово это здорово ну а мы давайте пока что это дело ограбим город Илики ну здорово и пойдем вон на Либисуса Суса Либисуса пусть будет названить вот как то вот так вот да да ну и давайте сделать наверное новый ход так давайте разбираться с нашей фракцией которая там что-то прям вообще все прям изучила фараберт почему ты не хочешь никем стать странным так альфгер иди сюда иди сюда ты давай сюда ты сюда ну ты всегда сюда а ты еще не дорос хорошо так ты в кометы ты не хочешь понятно так с контролем у меня уменьшается давайте попросим о поддержке так ну и здесь 97 так и Храдоберга Храдобергом завелась с сыном Храдуихом туда только вот лет ему 0 и это печально вольферам ну что ж хорошо пока ставим так пока ставим так наконец таки наша армия дошла до этих чертовых мятежников отлично они от нас не убегут большие амбабы мощно но здесь смысла в битве я не вижу тут все абсолютно предсказуемо так что любите не просто их убиваем обращаем в рэпство и куда нибудь идем так здесь баркинг 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 давайте-ка вот склад построим санитария надо улучшать ну и дом лесорув тоже надо улучшить только денег на это нет и деньги у меня упали вот как рассчитываются деньги я вообще не понимаю было плюс 6 половины стало 2 ну как как в таком можно вообще к чему-либо подготовиться жесть просто жесть давай убивай молодец пусть ранил ты давай тоже убивай ну хоть успех хоть что-то побежали побежали прибежали а стоят тут стекс вебов они тоже воюют с изготами чего они тут стоят чего хотят непонятно пускай дальше стоят войск в городе нету ну что ж мы просто разграбим 400 монет лишними нам не будут так и там еще есть город туаленд туаленд который в принципе тоже можно сходить разграбить ну хорошо пусть будет так пусть будет так ничего страшного здесь все вроде нормально здесь тоже все вроде бы нормально здесь давайте поймем поймем наших стрелков наших араболитчиков так мне здесь еще пять отрядов мне нужно конец сакрофранциско аж три хода ну и давайте еще один вот этот отряд и еще два можем нанять еще два можем нанять кто у нас это будет пусть будут франки с топорами наверно или же или же блин глаза разбегаются от от количества всяких вкусняшек даже не знаешь кого и брать давайте эти простых воинов наймем у меня деньги снова кончились ну и шут с ними кончились и кончились так здесь у меня агент конечно уже лиц совсем никакущие в этом отношении и это печать так уходим пускай уж готу захватит банонию потавий пизу и я не против с агентами с агентами с агентами надо как-то чтобы не пропустили да ну что же как-то вроде бы вот как-то вот так да давайте вспомним про наш вот вот вену стоит все отлично все хорошо прошла чума здесь я так думаю что такой перепад денег у меня случился из-за того что где-то чума закончилась мех стало больше вот как бы в Британии да блин дома не вот здесь их попросту не отображается может быть в Париже чума началась да нет хорошо здесь все в Австразии тоже все хорошо не знаю но у меня подозрение именно чуму что она где-то начала серьезно влиять ну вот смотрю по городам у меня наоборот 3 провинции две провинции излечились от чума полностью но в Британии он до сих пор есть хотя тут же дом значок пропал вот здесь вот в эффектах она есть в общем как всегда ни хрен поймешь что происходит ну да ладно ну да ладно давайте делать следующий ход да недолго длилось счастье вспышка болезни у нас в рамуру по спам высокопоставленные враги ну давайте немного потеряем влияние нашего короля либо стимиза то контроль на сутки прибавится ага да вы издеваетесь ну хоть так отлично по деньгам было две сто четыре четыре сто построилась здесь построилась готовность к службе это ты где ясно вижу тебя так ранг повышенный дом это наш полководец неполководный и кто-то еще а жрец уже седьмой уровень фигасе ты так на вот здесь на что надо идти подстрекательство возьми везде нет стопа где-то у меня это было догма обличие увещевание извиняюсь а вот вот оно предательство хорошо так значит значит наш так врубает нет врубает идет вот агент наш врубает и бежит так здесь что здесь мы видим двух визгутских агентов с ними надо обязательно покончить девяносто один процент с ума сойти ну-ка успех тратим большие деньги вообще само это дело вот отлично вообще завалили великолепно то что мы решили такого жреца это просто великолепно это меня радует так так нашим королем отправились мы в путь дорожку по всей видимости не одни мы отправились в такую путь дорожку да еще еще она и цвб хорошо хорошо пусть будет так так как раз пока эти дойдут все придет ну отлично здесь на южу баски взнамерили сдать люлей флоту визгутов которые ограбили валенсию а это их не разборки пускай разбираются мне лежок так здесь мы значит еще можем нанять один отряд что давайте сделаем пусть это будут знатные германские сильные так сильнее обычного ну и как бы как бы он год и взяли за ум они захватили потай как мы видим двумя степ и меня честно говоря в принципе даже радует может быть это конечно не честно по отношению к союзникам ну коль такие союзники тоже о себе не стоит забывать собственно но помочь то готово ну в меру в меру и вообще вот сейчас не хочу идти грабить в год хочу чтобы они как-то наваляли люлей логобардом войска узгутов гораздо сильнее чем логобарды и они вот этими двумя стеками запросто завалили два стека логобардов представляете я самим оказывался в шоке но они их завалили вот здесь клубанули грабанули кстати еще и сепаратистов в своих узгутских и пошли захватили ботавии это любопытно это любопытно в связи с чем я предлагаю обратиться нам к окну дипломатии и посмотреть что да как там потому что они уже логобарды писали готовы готовы стать нами нашими а лук фору и ст а частью ван фест так что здесь но по-прежнему низкий и я по-прежнему не уверен что это именно статус марионетки потому что статус марионетки как бы немного другое по идее вот именно то что имеется ввиду наши люди это должно появиться на другая отношения у нас потрясающие но то они к сожалению ухудшаются целых десять даже на один с единиц ухудшаются ну так вот может мне на это дело забить да и навалять им всем нафиг а он замириться с визготами и убить басков здорово да мы все мы все улучшаются до четырехсот то же самое только статус марионетки которые конечно же они не хотят что-то обидно да это вообще совершенно не то ну в общем я я на распутье в очередной раз я на распутье я думаю думаю у меня огромное количество войск получается что у меня здесь четыре стека там у меня два степа шесть стеков у меня и они все прохлаждаются какое количество денег они хавают с ума сойти эти деньги могут там уже все догнать до фигу на какого уровня гражданскую ветву власти вообще забыл забил технологии ничего не изучаю только вот одни военные тут их осталось немного в принципе осталось вот три штучки изучить и отлично там уже только деньги если копить стоимость содержания для всех войск 32 с половиной тысячи обалдеть но он того стоит наверно в конечном результате вот как то так ребята как то так так что пишите пишите ваше мнение может кто-то из вас лучше знает как там появится отдельная кнопка присоединения дружеской фракции не появится потому что ну забыл просто последний раз эту фракцию присоединял во время втором и честно говоря немного забыл механизм может он изменился может он здесь есть на этом мире марионетка хотя сильно в этом сомневаюсь так что кто знает пишите пишите с удовольствием прочитаю ваши ответы и и и на этом серии заканчиваю вторая серия у нас уже без битв вот так вот получается что получается вот так сам я не лезу на рожон и то пока долго с лангобардом что мои ошибки сильно не развивались да и в испании у меня в принципе происходит то же самое тут лезут вперед у баски пускай лезут а я тут хожу только граблю потихоньку да вот такая ситуация у меня пока сложилось пока как то так то есть пишите что вы думаете присоединять эти фракции муж их ну и нафиг и завоевать мир с визготами дайте в глаз басков это же отлично все но по условиям победы мало нужно еще провинции захватывать вот басков захватим да конечно он готов очень много городов у них очень много денег и не может наполнить армии просто в огромном количестве их надо поддавливать потому что это будет на постоянную угрозу плюс еще вандалы как извиняюсь уж как говно в проруби туда-сюда туда-сюда так и плавают сколько уже ходов пять они тут туда-туда-туда-туда ну что такое но фу на вас сто раз ну что ж вот так вот у нас пока складывается с вами прохождение ну а на этом я с вами прощаюсь всем хорошего удачи всем хорошего удачи